Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Помочь людям подключить свои дома к газоснабжению. Глава города-курорта дал такое поручение после звонка жительнице станицы Гостогаевской на прямую линию, которую проводил Сергей Сергеев с анапчанами по телефону. Ольга Чернова рассказала Сергею Павловичу, что газопровод высокого давления и подводящие сети построены, а подключение к домам так и не ведется. В Гостогаевскую выехали заместитель главы курорта и специалисты городских служб. Хотим пожаловаться главе, так начала разговор, позвонившая на прямую линию станичница. Возможность лично обратиться к Сергею Сергееву для людей означает гарантированно получить помощь. Чернова Ольга Владимировна, станица Гостогаевская улица, Южная, 3А. В 2015 году по улице Южная провели газопровод по улице прям, а подключить нет возможности, так как где поставили ВРП, там земля не дана в аренду, так нам объясняют. Разберитесь, пожалуйста, и помогите, мы живем без газа. Буду помогать вам. Будете помогать нам, да? Да, да. История с подключением затянулась на год. Врезку построенного газопровода в существующий и пуск топлива по новой трубе должны были взять на себя газовики. Но до сих пор они открещиваются от возведенного по целевым программам объекта. Сергеев заявляет, изыскивайте средства и подключайте. Здесь также история, что по УТАШу и... Ну давай продолжать и по УТАШу, давай подключать то, что у нас построено. Не, ну подключили. Все, что построено, давай подключать. На планерном совещании начальник управления капитального строительства отчитывается. Средства на Гостогаев выделят из муниципального бюджета, но акционные процедуры займут не меньше месяца. Ваша задача вместе с управлением имущества, так же как мы поступили по УТАШу и по ГАИКОТОРу, то есть вы заключаете договор, то есть вы закладываете средства на эксплуатацию, для заключения договора на эксплуатацию этого газопровода, вы на подключение. У вас в этом году какие-то средства есть, чтобы это сделать сейчас? Подключение будет числа 15 января. На улицу Южную в Гастогаевскую для встречи с местными жителями выехал Владимир Забураев. Людям обозначили конкретные сроки решения их проблемы, и это уже движение вперед, говорят станичники. Раньше обивали пороги ведомств и безрезультатно. Мы обратились к главе администрации по поводу газификации и по поводу отсыпки дорог. Потому что когда погода сырая, здесь вообще невозможно ни проехать, ни пройти, вода идет сверху постоянно. Тут прям река, прям реально река, река течет, не пройдешь, ничего. И постоянно, ну, ни люди не пройдут, ничего, ни машины не проедут, ничего. А газ, мы просто то, что полтора месяца, позапрошлом году они пролили газ, и ГРП уже стоит, все осталось только подключиться. Баллонным газом топим. Очень дорого выходит вообще. По 10 тысяч в месяц выбрасываем. Баллонным газом возим, на заправке заправляемся, привозим и топим. Еще одна жалоба Гастогаевцев на состояние дороги на улице Южной. Замглавы обещал решить вопрос с ремонтом в течение двух недель. Мы приехали, действительно убедились в этом плане. Ну, отрадно то, что на этой улице будет газ. Конечно, он чуть-чуть подольше, его сейчас нет еще в системе, но он со временем будет. Ну, а по благоустройству, однозначно, соответствующим структурам, которые вели тогда за провод, к ним будем выдавать претензию. По поручению первого заместителя главы города Анжелики Базуновой ведутся работы по благоустройству территории, прилегающей к бассейну «Виктория», до открытия которого после реконструкции остаются считанные дни. Коммунальщики уже спилили два аварийных дерева. Вместо них на территории высадят ели. Ведутся работы по перекладке плитки в районе места, где автобус высаживает пассажиров. Анжелика Базунова поручила обустроить здесь полноценную остановку общественного транспорта. В газоны досыпают новый грунт. Его подвозят самосвалами. Само собой, территорию очищают от строительного мусора. По предварительным расчетам, на весь комплекс работ потребуется порядка четырех дней. Работа муниципального контроля по сносу незаконно возведенных и установленных объектов продолжается и в межсезонье. В минувший понедельник специалисты ведомства вышли на борьбу с терминалами оплаты, которые предприниматели устанавливают в самых людных местах, игнорируя предупреждения администрации города. У нас были демонтированы три терминала для приема платежей по адресам Краснодарская, 4, Протапова, 104 и Ленина, 24. При демонтаже данные терминалы не вскрывались, они опечатаны. Если находятся там материальные ценности, то собственник, если появится, может их забрать, предоставить документацию на данные терминалы. Сейчас они находятся на штрафстоянке в селе Цебанабалка. Для получения дохода недобросовестные коммерсанты используют самые разные методы для оправдания своих действий. В случае с этим оборудованием на терминалах были установлены таблички, что их владелец – общество ветеранов боевых действий. Как оказалось, данная конструкция не связана никак с этим обществом. Кто-то пытался под видом этого общества осуществлять свою деятельность. С июля этого года на решение межведомственной комиссии было вынесено 124 объекта. На данный момент демонтажу подлежат еще 16 объектов. Демонтаж коснется не только ларьков и павильонов, которые расположены в центре города. На очереди и сельские округа. В ближайшее время работа пройдет в поселках Пятихатки, Цебанабалка и Хуторе Песчаном. В аэропортах Краснодарского края с начала года на 14% увеличился пассажиропоток. Всего с января по ноябрь аэропорты Кубани обслужили более 8 миллионов 900 тысяч пассажиров. В прошлом году этот показатель составлял 7 миллионов 800 тысяч человек. На внутренних направлениях привезли чуть менее 8,5 миллиона пассажиров. На международных более 496 тысяч человек, сообщили в пресс-службе компании «Базлаэра». Услугами аэропорта Краснодара воспользовались более 2,5 миллионов человек. Анапы – 1 миллион 300 тысяч пассажиров. Геленджика – 268 тысяч граждан. В Анапе начал свою работу форум «Гражданская консолидация-2016». На три дня наш город станет площадкой для проведения второго добровольческого форума молодежи Кубани. Он объединит молодых людей, которые ограничены в своих физических возможностях. Также в работе примут участие их сверстники, которые стремятся быть полезными обществу. Форум призван выявить основные проблемы, которые мешают инвалидам включиться в активную общественную деятельность. Планируется, что завтра в работе форума примет участие и вице-губернатор Кубани Анна Менькова. Мы будем следить за развитием событий. И к другим темам. В интернете для школьников заработал новый образовательный портал «Мои достижения». Теперь протестировать свои знания может каждый желающий. Сервис призван помочь школьникам подтянуть знания. Они смогут проверить себя с помощью тестов и при необходимости самостоятельно подготовиться к экзаменам. Доступ к сервису пока могут получить только москвичи через портал Госуслуг. Но вскоре приложением смогут пользоваться все. А сервис интернет-урок уже сейчас доступен всем школьникам России. Восполнить пробелы в знаниях можно самостоятельно, не выходя из дома. Пропустил урок или не понял сложную тему – не страшно. Лекции по всем школьным предметам с 1 по 11 класс записали на видео учителя. Жители Субсеха приглашают на День здоровья. В сельской амбулатории Субсеха 12 ноября пройдет прием узких специалистов. В амбулатории номер 7 жители округа примут терапевт, кардиолог и офтальмолог. Будут проводиться обследования, измерения роста, веса, артериального давления, экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости. Для приема необходимо иметь паспорт и медицинский полис. По сообщению Кубаниэнерго, в связи с проведением ремонтных работ будет частично прервано электроснабжение. 10 ноября с 13 до 17 часов в Анапской и Юровке. 11 ноября с 12 до 15 часов в Субсехе, Бужоре, Гайкадзоре. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты.